Продолжение следует... 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 И все это, чтобы был мир на Майдане. Мы сильно молились за Майдан. И чтобы Бог это помог вам. Спасибо. А что вы могли сказать насчет тех этих событий? Я избакую из Азербайджана, юналист. Что могу сказать? Да. Вы довольны курсом правительства вашего? Конечно, я доволен. Люди устали от того, что происходит в стране. И многие здесь стоят не только за ассоциацию с Евросоюзом, либо против присоединения к России. Люди просто хотят жить лучше. Но с такой властью жить невозможно. Добровольно люди, которые сейчас руководят нашим государством, отказаться от власти не могут, не хотят и не будут. И поэтому это оптимальный путь показать свой протест, что люди против, люди хотят изменений. Люди хотят просто лучшей жизни. Если бы все было хорошо, так, как говорит наша власть, здесь бы столько людей не было. Это логично. Спасибо большое. Здравствуйте. Я из Баку журналист. Можно вас спросить кое о чем? Вы довольны правительством вашим? Всем этим событиям, Евромайданом? Евромайданом? Да, я задоволен. Но ты правительством, что за Россию, мы не задоволен. Против России вы не идете, да? Мы идем против России. А, против России. Вы не хотите в Россию выходить, а в Европу? Да. Европу. Европу? Мы хотим кращого будущего для наших детей. Спасибо большое. Это грех, который наказался. Это великое наказание. Так, как был наказан Иоанн. Он пришел сказать, что мы не желаем вас, вот так сказано, что борется. Не желаем мертвых грешников, но желаем его покаяния. То, что давайте, по-моему... Дице-премьер, я хочу передавать, переводите, Дараша Шевченко, что пришел в мир, у народ, и их грошей не мог. А я вам зараза читаю два взаца всего, и с 80-м атакой политикой действующего президента Енковица. И вот он сказал, что 155 роков в том, на который возбужден автобусы, как до круглого стола мебито. Он пишет, Более того, как я успел по ассоциации по Майдану, люди, которые оставались до прямо до утра, и, кроме того, некоторые звали в палатках, а некоторые на отметке, что он подожжал в штаб, без центра, и при этом чувствует закрывание. И кровь не буду разливать, людей могут обогатить, они продолжают оставаться в пусты, ночью разжигают костры, чтобы не замерзли. Кроме того, люди старались в продукты, а также пищи гражданые бутерброды, чтобы люди не голодали. Между тем, я сам же встречался с следующим прессим-почтонами, как и Грандаренко, а также Владимиром Макином, который ответил на ряд интересующих. И озвучиваем вопросы, это перспективы развития организации КУАМ, которые могли бы прийти, скажите своим органам, коллектируйте Кобзар, найдите Кобзар и подумайте над ним, что требует работать.